20 сентября, по старому стилю 7 сентября, отмечается народный праздник Луков день. В церковном календаре это день памяти преподобного Луки Каппадокийского. Другие названия праздника в народе Лука, Луковница. Луков день на Руси был печален по двум причинам. Во-первых, он бабье лето заканчивал, а во-вторых, бабы да девки в этот день от Лука плакали, когда начинали чистить его для всяких солидий. Девушки, заплетая лук в косы, как всегда гадали, просили святого Луку, чтобы он дал им такие же золотистые тугие косы, какие они из лука вяжут, и которые бы от времени не тускнели и всегда парней привлекали. А святой Лука специально слезы на девушек насылал, для их же пользы. Крестьяне говорили, наплачешься над луком, легче с долей девичьей потом расставаться, ведь с лукового дня начиналась свадебная пора. 20 сентября из лука готовили разнообразные блюда, например, фаршировали его куриным мясом. Кроме печеного лука у наших предков на стол подавалась луковая похлебка, луковые оладьи и даже пироги с луковой начинкой. Особенно в народе любили готовить блюда с красным и фиолетовым репчатым луком. Лук в старину сажали многометровыми грядами, измеряя собранный урожай вазами. А потом, чтя традиции, отвозили свое луковое богатство в ближайший город на продажу, хотя подобная торговля никогда не считалась особенно прибыльной. Говорили, луком торговать, мочалом подпоясываться. Да разве в этом дело, пусть не велика стоимость лука, но зато ценность его ох как высока. Народные приметы на 20 сентября говорят, если молочные облака в луков день предвещают скорое похолодание. Если на луке много шелухи, значит зима будет морозной. Если до этого дня хоть одну луковицу из нового сбора употреблять в пищу, весь урожай потом у тебя может пропасть. Пусть ваши знания будут только самыми добрыми. До новых встреч!